Всем здравствуйте! Совсем недавно у нас было моделирование и раскрой этого платья, а сегодня уже обзор готового изделия. Это платье мы шили из очень красивой ткани, здесь очень необыкновенно красивый принт, здесь можно не рассматривать платье, а просто хочется рассматривать именно принт, именно вот этих шикарных дам с шикарными фигурами, с шикарными нарядами. Это ткань из интернет-магазина ТекстильКонтакт, ссылочку оставим в описании. Это редкий такой принт, возможно кто-то захочет все-таки себе его приобрести. Также оставим вам ссылочку на моделирование и раскрой. Вы знаете, что у нас есть рубрика 100 шагов портного, то это платье как раз мы шили по новой базовой выкройке, которые строили. По струбку мы будем очень много показывать технологических процессов, то по этому платью мы сняли как технологический процесс, это обработка горловина и как вточать рукав. Далее вы в рубрике увидите эти видео, но выйдут они чуть-чуть позже, потому что у нас идет поэтапно и по плану все, скажем так. По платью, что хочется добавить. Платье очень приятное, потому что хлопок 100%, естественно в нем приятно. Я сделала такую довольно-таки плотную посадку именно в области груди, дала свободку по линии талии, вот здесь вот небольшую, и по линии бедра. Вот так вот получилось, мы кроили с вами ткань, я вам говорила, что узкая, поэтому шов идет боковой только как выточка, а далее вот здесь вот, именно шва нет, шов только по спинке. Были вопросы по выкройке основе, которую мы строили, и были вопросы такого характера, чем отличается выкройка? Методикой построения больше ничем, потому что и прибавки на свободу облегания мы делали, и выточки мы рассчитывали, и линию бедра, и линию груди, все-все с вами как бы определяли, поэтому просто отличаются методики. Ну, к примеру, если мы с вами берем и говорим, чем отличается 2 плюс 2, чем 2 умножить на 2, и там, и там в итоге получается 4. Поэтому вот я такой вот грубый, может быть, пример привела, но итог по выкройкам должен получиться 1. но по методикам, конечно, их очень много, и нельзя сказать, что какие-то лучше, какие-то хуже, потому что для каждой фигуры может быть такая возможность, что для кого-то подойдет и сядет очень хорошо одна методика, для кого-то вторая, и сказать точно, какая из них лучше, это дело вкуса, и это дело посадки по фигуре. Поэтому кто уже построил выкройку основу, я имею в виду ранее, и она на вас хорошо сидит, вы можете, конечно, следующую не строить. Просто эту выкройку основу я дала более такую как бы упрощенную, чтобы для начинающих было проще. Во-первых, там очень мало мерок, и мы их практически не снимаем, а используем формулы, но некоторые мерки мы с вами проверяем как контрольные, поэтому вы можете не перестраивать выкройку, если у вас есть. И хочется сказать огромное спасибо всем тем, кто уже написал по новой выкройке основе, что вы уже ее построили, есть даже уже отшитые изделия и слова благодарности. Поэтому желаю, чтобы у вас всегда все получалось, шейте с удовольствием, шейте с нами, всем пока!